Ну что, ребята, приветствую вас, дорогие друзья, приветствую вас, с вами Кобеля Конфорный Падхович, и я с вами Берем Берем. Ну что, у нас сегодня лучи. Шукография. Шукография, всё должно быть и лучше. Пришли мы, а стены здесь сделаны D60. Мы когда ходили там чуть исправить... Делали вывод, что D60 уже не так. Да, не так, ребята, D60. Поэтому будем мы укреплять это основание. Ну то есть оно такое мел-мел, как мне показалось. Крилл высохший или вымолот. На всяком случае, что-то мне подсказало, что лучше его подстраховаться. Поэтому сейчас мы делаем подложку. Подложку, что такое подложка? Просто жидкая, та же луч, только жидкая. Да, и тут можно ещё, я возьму такой фокус. Я взял у Ванда Миксовича, у Егерта Миксовича. Краска серебро, она дешевле. То есть, по мне так она совсем не отличается. Она не отличается в ведре, но на стене она, Олег, будет отличаться. Не знаю. Серость чуть-чуть здесь больше. Олег говорит, серость, но ничего не отличается. В общем, я буду на ней. Для первого слоя, мне кажется, там вообще без разницы, что там будет. Ну хорошо, ладно. Заколаруем я вот. Золото. Заколаруем? Нет, вот это. Бордой. А что, давай золотом заколаруем? Буреньким давай заколаруем. Да? Да, вот этим. Хорошо, в общем, тут, так сказать, пока... Рабочий процесс. Обращайте на это внимание. Штурику из Белоруссии большой привет. Далее будет. Нет, так далее будет. Мы сейчас будем колотить. Ну, может быть, да. Далее будет. Не, ну, можно оставить. Пускай там... Не, ну так по 2 секунды ролики лучше смотрится, чем по 20 минутам. Да? Да. Не, ну так они пускай это два раза. Они думают, что это так просто. Дальше. Как будто это... В основном, я не волшебная палочка. Все такое. Там тоже, ребята. Надо давление. Там, чтобы это все заколочить. Так. Это мы всегда показываем уже. Когда уже все вроде как готово. Олег, дай мне водичку дай. Вот эту? Нет. Берем 2 литра воды. Это 2 литра, да? Нет. Мне нам нужно, чтобы такая была рабочая густота. А я думал, он сделал все-таки с золотом. Уже сделает тот цвет, который хозяйка хочет. Ну хорошо. Ну вот. Чтобы мы понимали. Хорошо. Вот будет вот такой вот. Наверное, сколько нам там видно. Так давай я пооперирую там. Да, да. Можешь. Олег, сейчас. Как его держать? Вот так. Ооо, на себя наклоняйте. Ой, как хорошо. Все, бомбу видно. Да. Вот будет наша. Все. Класс. Вот это вот образец. Такой будет здесь. Да. И вот так как стояло у тебя, все было бы мимо. Да. Вот так нормально. Ну хорошо. Так что, ребята. В общем да, серебряная краска. Декоративная. Дальше. Добравим немножко сюда. Да. Есть еще такое золото. Кстати, это золотое лучше. Пусть и да, чтобы в дальних случаях есть золото. Да я уже понял. Вот так он красивый. Это золотое. Ну носом не будем кивать туда. Да, да, да. Так что потом... Тебе шпаталют? Что там? Еще разобрали. Тебе шпаталют? Да. Тебе шпаталют? Видели так? Вот так надо. Носом. Тебе шпаталют? Один. В всяком случае, тут мы можем грузкой. Чуть-чуть. Для цвета. Ну и будем делать такое количество. Тут где-то 70 квадратов. 70 квадратов. Ну, я думаю, где-то будет 50 грамм. С расчета, что 50 грамм на квадрат. Где-то будем делать 3,5 литра. Это можно как на грунтовость, на подложечную. Что нам дает? Она даст пленку. Сейчас мы загрунтовались. Отгрунтовали. Здесь мы делали грунтовку с краской, с фасадной. Что там? Деруфа, да? Фасад инфарба 90. Добавлял доклей в калашку. Добавлял концентрат в грунт. Тоже нам до мисочки. Какой-то там один-десяти. Ты получил такой микс. Очень оригинальный. Он такой густенький и плотненький, крепенький. Но очень интересный. Соотношение. Ну сколько нам нужно было там? 5 литров. Литров 7, наверное. Ну, наверное, так. Воды. 3 литра. И литр краски. Литр 2 ванн. Ну и пол баночки. Звонтовки. Концентрат. И получил такой. Подушку. Аригинальный. Ну и добавил сверху. Ну и тут был вопрос. Если бы метод D60, то возможно написал в первого раза, а то начали делать. Ага. Да нет. Это тросок. Ну в общем, смотри. Давайте. Что я вам рассказываю. Так. Значит, образец я вам показываю. Такой образец. Теперь нам нужно сделать вот такой образец вот наш исходник. И что мы делали? Вот то, что у нас получается в бедре. Вот это мы должны получить. Ну и будет получаться на стене. То есть мы взяли серебро, серебряную краску и добавляем туда золотую краску. А вот так. Ну и так. Ну и так вот так. Ну а. Что бы было. Не так назвать его. Алинаином. Алипийское волото. То есть такое. Светлое. Светлое. Светлое, креплое. То есть это. Перегров. И волото. терялся но 1 1,5 мм. Если есть, то можно перебрать. Сколько там, наверное, 1 мм. И здесь уже 1 мм. 300 мм. Наверное, 1,5 мм. Ну, я не могу снимать. Там 200 мм. Это 1,5 мм. У нас будет золото через блюд. Хотя мы, Олег, золото побольше делим. Видишь, у нас здесь какое-то корово. Хотя уже... Да нет, это жёлтое вообще. А это уже даже розовинкой капучино и пошло отдало. Да, это именно вот это перлыное. Мы с жёлтым колорнули и перетянули просто поверху. Жёлтым. Этим первомутром. И всё. А жёлтым была основа. Хорошо, если я больше жёлтого добавлю. Выйдем на коричневый цвет. На капучино. Ну что, конечно, мы не разъединились. Вот так нам дальше двигаться. Но... Это такой рабочий процесс. Хотел... Поверь, что нет... Перламутровая краска. Есть ещё и золотая база. Золотая лучше. Золотая первомутровая. Как можно назвать? Дамасский шок такой. А ещё что там важно отметить, что есть краска. Я спрашиваю Игоря Дамитцевича. Я думал, что серебро... А, кстати, у меня есть такая коллекция. Это... Ну... Империал. Вот. Империал это всё краска. Фасадная краска. Фасадная краска. А лучи... Это уже получается как декоративное покрытие для внутри. То есть у тех декоративной краски, они такие напиток и снаружи. Вот, например, китайский шок. То есть лучи. Смотришь, покажи, китайский шок. Да? Китайский шок. Да? Китайский шок. Китайский шок. И... И лучи. Да? Да? Китайский шок. И... Да? Очень... Очень похоже. Может, там чуть крупнее. Так, всё ещё убрал. Так, в целом. Очень близкий. А что получается, что... Это для внешней модели и имитирует, да, там, как шокографию. Краски, там, серебро, бронза. И, по-моему, я делал другую ещё пролинку. Это, получается, пролинка. Да? Да? Это, получается, краска, тоже, опять-таки, она из её фасадов. То есть их можно только добавлять, ну, как мне сказали, что мы такую шокографию не сделаем. Хотя, насколько я знаю, в Анда Миксовича есть и криломутровая лучи. Чтобы понимали, да, что есть краски для шокографии. И есть краски, там, золото, серебро, бронза. То есть те, которые идут, там, по металлу, там, те, которые там, можно надувать. Те, которые для фасада идут. То есть с них вы не сделаете, да, там, шокографию. Чтобы чётко понимать, да? Для шокографии существует отдельная группа покрытий. А для декоративной краски это другая история. Это, я надеюсь, вам понятно. Поэтому не переключайтесь, давайте с нами. Да, я не буду. С вами был и для Кантона. Пока. Ну, всё, 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 всё. Хотел ещё вам показать. Вот показывал вам головатое лучи, да? И серебряные лучи, которые вы понимали, что это такое. Это, думаю, другая, тут даже по консистенции видно, да, что она такая, как желейка, как зелень. А вот. Это такая шокография. Именно краски. Эффект шокографии. Это краска декоративная у них. Другая она, ну, не желейка, а вот такая. Как мы делаем? Это крем такой. Это крем. Ну да, она крем-образная. Очень похоже на очень густое спитое безе. Но их можно, например, использовать эти декоративные краски, их можно, ээээ, декоративное покрытие перламутрово можно, как добавлять, добавлять, использовать их, ну, чтобы сделать с них шокографии, и у вас на них не получится. А если вы будете добавлять, смешивать для шокографии краски, да, покрытие с декоративным декоративным соотношениям, то будет вам добро. Тут мы еще будем практиковаться с кирпичом, будем смешивать лучше. Буду добавлять туда еще прывы. Зачем мы начинаем мешать? Не проще пойти в китайский шок и будет общаться. А зачем его уменьшать? Но все упирается в церковь, ребята. Все, так сказать, школьный вопрос. Если мы возьмем китайский шок, там в эпицентре, это около 700 гримеров. 2,5 литра. Может поближе, так будет лучше вас слышать. 2,5 литра. Но тот гример это сколько? Кругом бегом. Ну пускай почти 7 квадратов с литра. Нет, на евро... Это уже, я не знаю, если евро почти на семнадцать или двадцать. Сколько? Да. Ну, в общем, получается где-то литр... 350 гривен, да? Это 20 с чем-то ест. А получается лучи где-то в районе десятки. Где-то раза два дешевле. На литр. На литр. Поэтому мы, так сказать, смешиваем один материал с другим материалом. Просто у лучи нас, может быть, не всегда устраивает там блеск такой насыщенный, да? Который есть в китайском шелке. Только за того, что лучи... Такая мелкая дисперсия вот этих... Пудры, частичек пудры. Частичек пудры. Частичек пудры. Вот эти минералы, наверное, обзывали. Куда. Вот. Здесь лучи мельче, куда... А здесь крупнее. Поэтому она более игристая. Вот. Поэтому будем их смешивать и получать материал, который там и по цене, и по качеству будет наступать, так сказать. Ну, а если, почему мы еще берем декоративные краски... Ну, вот как... Ну, я показывал... То они получаются еще не шерлины. Там где-то в районе... Сколько у нас получается? Если это 120... Ну, это для нас... 200, да? Ну, где-то тоже в районе 100 гривен. То есть еще... На порядок дешевле. Поэтому для первого свода мы можем использовать декоративные краски. Вместе с... Ну, таким образом... Получать... Ну, как мы говорим... Эконом вариант, да? Или такие... Демократические, так сказать, материалы. Так что, в джойке? Да. Так. Хотел вам показать еще разницу, да? В чем? В декоративной краске и вот этого декоративного покрытия под шелкографией. То есть... Заметьте, даст густоту этого материала, да? Такой, как... Зефир, да? И высоту этого. То есть, он такой... Ну, более... Как кисель. Кисель, кисель. Ну, и что... Хотел я еще... Если мы включили камеру... Еще раз, так сказать... На формулу. То есть, мы здесь делаем... Авторского, да? Там... Авторское покрытие... Ликоративное под шелк. То есть, мы взяли серебро. Базу серебряного лучи. То есть, взяли золотую базу лучи. Взяли... Что она была? Серебряная краска. Ну, неважно. И... Добавим, да, немножко еще и... Крома краски. Ну, получили такое поднимание. Олимпийское золото. То есть, по тому золото, это очень темное, да? Светлая база тоже такая. Как с яброй можно оттолировать индивидуальное качество. Но мы еще хотели оттолировать с ябро в готовый декоративный золото. Включили вот такое. Чудо. Ну, а чудо. Чудо-юба. Такой подсвет он, такой интересный. Как назвать? Крем-брюле. Может быть даже и золотишки, да, еще добавить? Ты что, понимаешь, что надо? Нормально. Ну, просто так. Мне так и хочется. Я думаю, что не надо. По-другому, конечно, оно пока сырое будет это, а так смотришь. Затеменять его не будем, смотри, ну тут я как хотел, я думал, что все-таки сделать, ну видишь, когда мы больше добавляем роута, то что получаем, вот такое коричневое, с одного лабора, ну вот получается, видишь, видишь, вот, хорошо, но это достаточно, так как оно хотелось, чтобы оно было доходом, чуть-чуть для успокоения собственного. До сколько будет это тут? Ну нужно сделать там, загрунтовать, загрунтоваться, ну может часа два-три будет. То есть, это так. Вечерки же у вас есть, да? Вот это? Или нет? Да нет, что-то не похоже. У меня нет, у меня еще есть. А, есть, да. Ну? Ну, с честью вышли уже так, не ровные, короче. Все уже, да? Пошла эпоха, так сказать. Лучи. Так вот, хочется рассказать баючечку вследствие, дорогие друзья. Мы продолжаем эпохею, начатую в тропых программах по поводу, почему мы перетягиваем первым слоем, делаем вот эту подлёжечку такую под нашу шелкографию. Почему? Потому что есть разные аспекты. Нет, два разных аспекта. Один. Первый. Это слабая подложка, то есть, слабая шпаклёвка или материал слабый. То есть, типа, ну, больше мела в нем, чем гипса, может быть, первый момент, да? А второй момент, это то, что, вот, приходим мы на объект, вроде бы и пошпаклевано хорошо, и не мелом. Покрасили, ну, покрасили, как грунтовка с покраской одновременно, как бы так. Красочка с грунтом, ПВА добавили, всё как положено, жиденькое всё, закатали. Но! Мы приходим к нему, там, через день, ну, получилось так, что через день мы пришли, да? Или когда ты был? Получилось у нас два дня. Но за эти два дня, получается, здесь осела пыль уже на нашу грунтовку, так сказать. И мы столкнулись с такой бедой, что когда наносишь, ну, вот, наносишь вот так, раз, а оно, вроде как, подрывает его, только неизвестно, что это подрывается. Либо с нашей, с нашего грунта, либо это то, что материал, который мы наносим, с пылью соединился, и он же и катается. То вот, для того, чтобы не попасть в просяг уже на финишном слое, мы решили всё-таки дать ему вот такой вот, ещё больше ему, как бы, закрепить уже жидким, нашим, ну, да, более разведённым, да, шелкографии. Только немножко мы даже в неё добавили какую-то, помню, ты фасадку добавлю. Да, да, более крепкую. То есть более крепкую? Да, более крепкую. Потому как бы от неё ожидать такого перелива шелка и нельзя. Я его, Олегу говорю, что чувствую, что-то не то, не могу словить эффект. Он говорит, так там же краска фасадная. Ну, я всё понял. Хорошо хоть сразу сказал. Я бы мучился. Скажи, может, если он просто мучает, что-то обстрелил и заберил попьёвки воды, конечно? Не, я всё-таки склоняю, что это не дядька. Это всё-таки вот то, что на стенах пыль. Ну, Олег, на ажиоте она начинает не адаптировать. Хорошо. Есть момент такой. Вот Олег говорит, скажи, может быть, это оно. То есть третий момент, почему мы пошли на вот это. То есть всё-таки, если раньше мы использовали D60 акриловую шпаклёвку, не будем делать чёрного пиара, что типа плохая она, не плохая, но получается в последнее время что-то в ней слабовато. То есть либо акрила много, либо ещё чего-то. Нет, нет. А что ещё? Или мало акрила, наоборот, какая-то номинованная стала. Вроде как тот же стабил, только в профиль, понимаешь? Да, только есть. Что мы в профиль передачи... Что такое стабил, смотри в прошлой передаче нашей. Там где... Там где... Да. Под декор отделка стабилом... Вообще... Вообще это... Вы попадёте в такие деньги, что мама дорогая. Так что... Оставайтесь с нами. Байка по поводу того, что... Если вы сталкиваетесь вот с таким вот проблемой, с такой, что пришли... Ну куда уже деться? Ну стабил, значит стабил, да? Ну и слабенькая. Но хорошая выготовка. Но хорошая, да, выготовка. То получается, чтобы это всё закрепить, возьмите просто очень хороший грунт, туда ещё добавьте для крепости, может, ПВАшку. И именно чистым грунтом, а может быть даже и не один раз. Пока не перестанет, вот как Олег говорит, вот вы трогайте его пальцы, а может быть даже где-то ногтиком даже. Вот если... Помнишь ли? Когда катаешь, чтобы не стало брать влагу. Значит ты говоришь, когда нужно такое ощущение какое-то... А, да, да, да. Вот определять, как можно, что хорошая, ну прогрунтовалась. Это то, что вот мы когда уже материал наносим, у нас есть время для игры вот этой, ну, получается. А сейчас мы наносим, такое ощущение, вроде я его положил, убрал, и оно уже всё, влага ушла из неё. То есть я даже не успею шелкографию как бы нанести рисунок. То есть вот ещё вопрос такой. То есть грунтовать нужно до тех пор, ну, столько раз, чтобы вот, чтобы у вас был момент такой не впитываемости материала в стену. Ну, по крайней мере, сильно быстрого впитываемости. Потому что, как бы, нельзя сказать, что нельзя... Вот как не должно быть впитываемости. Вот постоянно она есть, это адгезия, там, прилипание, технический неж должно походить. Иначе, как мы его нанесём, и будет оно слоить постоянно. И как оно высохнет? Никак не высохнет. Вот такие вот, хотелось, в моменты, в ходе работы, вот мы уже столкнулись. Вот мы о них вам ещё и поведали. Ну, поведаю ещё, вот просто ты сейчас делаешь. Как ты? На неё снял, на неё снял. Ты ведь ничего там не рисуешь, нет? Ну, я вообще не рисую, но, исходя из того, что вот, если чем дольше мы ложим на материал, то... Это если видно, вот так вот, да, то можно просто вот, как бы, вышел, положил, убрал, положил, убрал. То есть, такой эффект вроде, мы воск наносим. Вот. То есть, не возим, чтобы много на одном месте, а так, раз, и и снял, и пошёл дальше. И всё. То есть, чтобы не давать ему момента такого нагрева. И не возвращался. Да, и не возвращался. Ну, как, если возвратился, то там, получается, у тебя не будет немножечко салетка. Ну, а так, в принципе, просто перетягиваем его вновь, ну, и даём ему момент дополнительный, ну, пошли на такую, как бы, эффект, такой дополнительный груз, разведенный наш уже финишный офигент. Ну, она получилась, как подложка. Получилась ещё, как подложка в тот же цвет, что мы будем уже делать. То есть, нам уже и так хорошо, и так хорошо. Так что... Будет просто ещё меньше расход материала. Так что, дорогие, друзья, расход материала, конечно, мы этим уменьшили, за финишей потом. То есть, он не так будет быстро хвататься, не будет у нас слез по поводу того, что мы не успеваем, где-то что-то. Там, смотри, Олег, ещё можно сказать, что, когда мы шпателями наносим, почему не валиками. Ну, во-первых, мы чувствуем, где у нас стенка, уже подготавливаемся. Да, валик он как? Продвижался и всё. А так мы катаем, вернее, проходим шпателем. Ну, может где-то пропустили песчинки, там остаются. Там мы их сразу и тут убираем. Вот. Хотя мы придём на финиш ещё раз погуляем, уже по этому, по нашему уже. Там, допустим, уголки почистить, там где-то корявости, там ещё что-то. Но... А так, в основном, мы уже подготавливаем, как всегда, уже идеально. Вот. Так что, дорогие друзья, остается в эфире, только в следующий раз не будем забывать. Тебе потемнете на тебе. Ну, сейчас неплохо. О, сейчас классно. А, жена, когда порахтян? Нет, так тебе что? Вот. Тебе главное, когда я буду работать. Ну, ты там подвигаешь ближе, потому что, когда получается, с таким работаем, ну, получается, ну, такое, дребезжание и отвлекает. Так. Ну, что? Как там? Хлопчики-девчатка. Кормильская. Ну, штукатурка силы. Да, есть такая грана кормил. Вот, она будет кормил. Да, вот. 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 Кормильская. Кормильская. Преска. Да. То есть, это у нас шелкография. То есть, такой, как мы называем, жуткий шелк. Будем его делать, там, китайский шелк. Будем смешивать с андомиксовской и лучей. Вот такой делать. Микс. Да. Мы добавили туда еще перламутровую красочку. Тоже вот. Мы сюда добавляли. Сделали из серебро и золота. Это соотношение, наверное, один к пяти. Ну, или один к десяти. Это перламутровую красочку. Вот. И получился такой очень интересный фокус. Не знаю. Подойдитесь пока. Не знаю. Вот, как она смотрит. Интересно вот так. Да? Прямо. Ну, вот мы фон. Красный фон. А там фон. Да. С обычной посадкой. Не. Не надо. Максим. Вот, чтобы не просто видели, как соотношение цвета и тени. Светоотражение. Вот этой официальной красочкой мы делали подложку. Вот. Смешивали немножко. Добавляли кавалом. Добавляли кавалом. Добавляли кавалом. В грунтоку. Концентрат один десяти. А до миксов. Вот такой делали. Прорывый микс. Вот. Ну, и другой вопрос. Другое что? Что получается, вот когда на светоотражении, она показана. Вот так. Вот так. Вот. Вот. Видно, что подложка и фон, да? Они практически одинаковые, да? Вот за тебе видно, что практически одинаковые. А вот когда мы светим вот так, ты возьми теперь фокус. Сюда зайди ко мне. Вот так. И здесь она уже видна, да? Что как будто бы ещё светлее. Вот получается, вот наше, на первое слово жили. Вот наши шелкографии. Жуткие швоны. И наши фоновые. А вот когда с этого ракурса, например, видно, что там фон, фон получается светлее, да? Чем подложка. Вот в этом случае тоже нужно, наверное, обращать внимание на, при выборе цвета, тона, вот этих вот покрытий жуткого шелка. Потому что в самой массе, которая на цель, на минерал, на слюде, да? То есть это же не слюд, пудра на основе минерала слюды. Она уже имеет тон. И тон такой приличный. Хотя есть мастера, которые там и добавляют туда белого, белый краситель, чтобы его как-то осветлить. Ты двигайся. Не держи так в одном месте. Ты так урухаживаешься. Но в любом случае у него определенный тон есть. И нужно четко брать во внимание, что и она светоображающая, да? Чтобы под разным углом у вас будут разные оттенки, разных тон. Вот если посмотреть там, где и нишка, и освещение, то мы видим, да, что здесь она в нише. Она светлая, да. А вот в углу она такая, достаточно темная. Вот. Поэтому даже вот, ну и в других местах тоже нам это кажется, что такая достаточно, ну, какая-то темная, не темная. Ну, во всяком случае нужно брать во внимание, что вот и есть такой толст. Вот что золото, оно, это же получается, мы считаем золотишко добавили, один и пять, но вот оно чувствуется. Вот когда мы смотрим под определенным углом, вот, например, здесь, вот эту стилочку. Или даже дальше, да? Даже дальше, например, вот этого, тут света нету, практически, да? Как-нибудь так близко. Вот это жиринка, видно, да? Что вот она такая темная. Вот. Вот когда я здесь смотрю, вот она. И я вам да и сюда. Когда свет отражается, она, кажется, такая сетенькая. Вот с этого ракурса. Вот она, кажется, светлая. А стой? Да, стой. То есть, вот эти все моменты можно учитывать, подражаем разговоры про кармейское. Перламутровая штукатуха. Вот такая штукатуха. Значит, мы здесь сделали первое слое подложки. Ольга, уже ко мне посмотри. Давай посмотри, как она будет играть. Не так, может, близко так, чтобы она просто, если видно, что она играет, и играет. Вот так вот. Держи сам. Держи, я сейчас. Давай с тобой слой рукой. Приблизи. Подержи там. И раз, и два, и три. Открываем. У него. Угу. И там, ну, флипстаник. Итак, кармейство. Это мы сделали первый слой. Сейчас пробуем. Не удержался. Держи. Финишное. Финишное покрытие. Здесь мы используем уже пластиковые. Пластиковые. Молотюрочки. Очень пластиковые. Металлическая. Во-первых, она легче. Например. Второй момент. Что она такая. Например, лодочка. Что так лодочка. Что так лодочка. То есть они гораздо легче. Настраиваются под вашу руку. Очень металлические. Металлические. Не знаю, сколько там рево. Металлические. Вот так. Оттесывать, чтобы он так сказать. По-моему, стал лодочкой. Есть у нас и такие. Вот. Суть другом. Пластиковый. Швейцарский сокол. Вот мы нанесли. Мы видели. Какие движения. Какие движения я сделал. Восьминочку. Теперь. его. Убрал. От красочки. И теперь. Еще раз. Уже. Убрал. От красочки. Да. И теперь. Приближаем. Убрал. Убраляем. Только приближаем. Так. Поддержал не надо? Да. Приблизим. Показал. Убрели. Какой же там движется? Обрелённый. Так. Ближний, дальний. Да. Это крупный план. Это средний план. Это у нас сегодня Максим из оператора, у нас младший научный сотрудник. Я так понял, что они тут снимают, как я мою шпаты. Это не практический семинар по поводу этого дела. Мы хотим вам рассказать баечку по поводу того, что мы сейчас опять попадаем. И чтобы вы в это не попали, напоминаем еще разок про выготовку перед декоративной отделкой. Опять плачевная история с тем, что у нас шпатлёка слабее, чем наш декоративный материал. В чем это выражается? Мы уже рассказывали, что сначала была грунтовка с краской. Потом первый слой мы нанесли просто уже этим материалом. И вот сейчас мы наносим уже рисунок и все равно идут пузыри. То вот мы сейчас будем рассказывать, точнее не будем рассказывать, а просто изупредим. Ни в коем случае не ложите декоративную работу на флизелин раз, стеклохолс два, стабил три. Может быть даже в некоторых случаях, если плохо прогрунтовано или плохо сделано, даже на гипсокартон может быть не влагостойкий, тоже может быть не ложить. Потому что бумага на гипсокартоне тоже имеет свой способ набухать и так далее. То есть все что, ну может быть плохо или прогрунтовали, или может быть уже мы думали, может быть пыльные работы идут, или каждый слой у нас в пыли получается. Ну разные моменты, но почему вот так вот вылазит оно. И сейчас остановимся перед вопросом, как это все исправить. Ну исправим, конечно, только какой, так сказать, собой. Какой собой? Вы не понимаете, почему? Ну большая часть это у нас было из-за выгода, то есть слабая выгода. То есть отрывает вот наша работа, она высыхает, сразу впитывает на себя. Это или вымолот шпаклёвки, или слабая шпаклёвка, или может быть действительно это моё упущение, что я понадеялся на D60, на её, так сказать, были её заслуги. Ты селфи вот это делай. А? Селфи делай. Что делай? Сам себя снимай. А то ты рассказываешь, вроде я это делал. Да, я это делал. Вот так вот. Да, я что-то. Ну да, понадеялся на D60. D60, что она такая была цыпкенька. А они её разбавили, оказывается, получается. Ну да. Тут трудно сказать, что здесь стало причиной. Это мы будем чуть позже выяснять. Наш это вина, или вина, так сказать, выготовки. Ну если с таким сталкиваетесь, ну что? Это легко проверить. Если наша вина, это можно выяснить при разрезании пузыря. Если там внутри аж шпаклёк, то значит это не наше. Не, так помнишь, первый раз, когда ещё первый слой подложный делали, оно начало пузыриться, мы увидели, что оно уже по билочкам. По билочкам. По билочкам, да. То есть у нас удаление, что это такое. Так что такие вот бывают. Казусы. Казусы, так сказать, абзацы, как я говорю. Ну, в общем, дорогие друзья, вот такого плана пузырей не зникает, если сильно. Ну, я понимаю, что он разворачивается. Ну, что они меня увидят? Надо же показать вот это вот. Вот это вот чудо показать. Вот такого плана пузыри везде вылазят и вылазят. Там на той, на той стенке, вот на той стенке. Может они немножечко уже втёрнулись. Вот здесь был тоже пузырён. Так что оставайтесь с нами. Не делаем так, как вы сами хотели. А так нам советуют производители. Типа, надо 10% воды. А что ты смеёшься? Я тебе серьёзно говорю, 10% воды. Ну хорошо, 10% воды. От общей массы. То есть, если тут 5 литров, значит сколько? Пол литра воды как минимум. Ну хорошо. А если ещё то золото, оно ещё плотнее, то представь. Если мы тянем этого ещё килограмм. С китайского шёлка килограмм. И там у нас 7 килограмм. И там 800 грамм воды надо. Слушай, а знаешь, как я назвал её? Вот эту кар... Кар... Кармеланская. Ну, кара Кармил. Кармеланская. Кармельская. Нет, кармельская у нас есть. Это кармеланская. Это такая карамелька. Ну так, что, Олег? Берём лучи, да? У нас, дорогие друзья, лучи 5 килограмм. Не литра. 5 килограмм. На 70 квадратов. Начнём с этого. Так, начнём с объёма. Общего, который нам нужно сделать. 70 квадратов. Мешаем готовый объём материала из расчёта 100 грамм. 80-100 грамм на квадратный метр. Правильно? И того, чтобы получилось 80-100 грамм на 70 квадратов, нам надо 7 литров материала. Если у нас 5 литров лучи. Добавляем полкило, где-то грамм 600. И этого грамм 600. Выходит 1200. Итого 6 200. И 800 грамм воды. Вот вам 7 литров. В итоге. Но у нас это маленькое ведро. Берём. Вот мы почистили ведро. Почистили. Всё там чистенько. На стенках сопли с тоном нет. Ничего нет. Это сразу высыпаем, да? Да. Бухаем просто. Из расчёта 70 квадратов. Я нам покатываю. Тогда надо штативчик просто поставить. По 100 грамм воды. По 100 грамм воды. Берём китайский шёлк. Берём золотишку вот эту. И лучи. 5 литров лучи. Основной материал у нас лучи будет. Ну давай, жидкий и легче просто выливается. Значит, выливаем сколько тут? Тут ушечка. Два ушечка. Значит, вот эта литрушка. Вот сюда лей. Да вот сюда лей. Вот смело лейте. Хороший пока. Хороший пока. Хороший пока. Я же тебе сказал, хороший. Вот здесь соль. Вот жилетая густющая масса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай туда и вырастём. Давай это всё туда. Уже вбукай. Не, не. Давай покажи. Ну, давай. Сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, сейчас. Сейчас. Смешно. Надо пробовать. Сейчас разберемся. Надо нам воды. Да, почистим. Ну пока вот это нормально. Но если золота добавить в шелка, то может быть... А ну шелка, если у нас столько же, сколько ты кинул золота. А конечно, шелка нам белый. Если мы промахнем золота, я добавляю золота. Затаячная подмена. Ну то есть, можно, чтобы лазить. Смешно, видишь что-то? Девать, не видишь? Сейчас посмотрим. Затаячная подмена. Ты еще раз обмена. Смешно. Лучше зато подъектируется. Сейчас зато подъектируется. Затаячная подмена. Затаячная подмена. Например, заколировала. Затаячная подмена. А ты здесь уже. А ты уже здесь. Мой-мой. Хороший кабинет. Не смотри, а с сонком чуть-чуть, стороночку. Вот так. Вот. А что с этой манушкой надо? Да. по одному типу можно делать от края до края как мы называем это образцовый вариант как образец есть возможность шпатель убрать если там не так как на ровной стене не знаешь куда его вывести ищешь пространство тут раз на пустое место ушел и себе фармируешь главное следите чтобы не было обычного такая полу полу диагональная восьмерка и уже достаточно этого чтобы развести в один слой рисунок при одной толщине а потом если протирать уже то можно подтирать и точечно даже не сплошняку так что за тобой не угонишь камера не ловит бы с приближениями слышали так мы отпускаем что пластиковый дать новый или ты уже распятал не не расскажу возьми где-то большой пластиковый мы решили попробовать вот держит рука пован старый добрый но для чего мы выяснили для чего лучше всего он применяется понимаешь нанесение чтобы только нанести материал и все равно потановый лучше его не использовать пока нет не притерлась строго либо ее взять нулевочку почесать чтобы она была более такая остренькая ну или как-то заточена правильно сказать ну скажи что этот шпат или пока он не годится для анониси да тем более для рисования по плоскости прилипает сразу и в общем пока не годится даже мы пробовали пластиковым сейчас я вам расскажу пластиковым пробовали наносить вот таким пластиковым вот эти наши вам знакомые на тоже по-вановски это что же не то то есть он тоже получается то что делает олег хочет это не тоже не не срабатывал он начинает прилипать в металле вот если вы присмотритесь присутствует боковая лодочка и продольная лодочка таки там вроде лодочка в пластике нет а есть он тоже сам тут другого может быть просто ну не знаю всяком случае решили на том что остановили что вот наносить первый слой и его моделировать лучшие пластик металлическим а уже заглаживать можно принципе медный металлом да ты пробовал металл я понимаю как это сейчас звучит для хип-хоперов или хэперов коллег ты последний слой когда ты делал эту стеночку ты ее металлом или пластиковым последний металл а вот здесь олег металлом просто все металлом все мы здесь делали металлом даже металлистов это как масло сейчас по душе металлом все делал все металлические то есть свеча с наш соколом поэтому для тех кто уважает металл вот вам шпатель и все вот такая вот получается красотина и сейчас немножечко она подсыхает и мы его пристираем то есть по большому можно оставить это правильно если бы у нас была задача но у нас образец очень карамелька у нас кормить миланская первоматровая штукатур очка собственно персон никаких сложностей нет буквально вот пока очищу шпатель она там прихватилась берем мочалочку натираем более-менее чистая плоскость была никаких там прилипаний от прошлого материала не осталось и пробуем потихонечку чтобы это было да уже он уже игра пошла так что можно но опять таки напоминаем что это не чистые лучи и не чистый китайский шелк а смесь лучи голд чистые лучи до 11 10 к чему и золото одна часть одна часть и 10 частей натуральная лучи до 10 частей и в эту смесь 10 мы еще добавляли китайского шелка тоже по моему два с половиной литра то есть получается пятерка лучи два с половиной литра китайского шелка получился вот такой вот оригинальный материал как назвать его да китайский шелк плюс или лучший плюс есть просто лучше есть плюс лучше лучше здесь еще сыроватый будем ждать две секунды слышали как эти полосочки уже все можно вот так попробовать показываю как и выходим из положения мокрая мочалочка немножечко смачиваем делаем если ровная полоса боковые движения только боковые чтобы не повторить вертикальные и в общем ну в общем так это будет хорошо с этом на образце что там сильно будет особое внимание уделяем уголка сразу их в полировываем так как она у нас должно быть на готовости не сразу их снимаем соплискончику потом не пришлось вам это делать наждачной бумагой когда это все подсохнет если произошла такая вот позорик небольшой произошел с уголочком наложили просто на уголочек и все пики-пики слышали но только с фактурой она будет немного полегче то есть приполировали то что срезали да еще что с фактурой может его раньше подходить к нему или может пластиками к нему подойдет но ты стоишь ты с металлом делал вот ну в крайнем случае я могу подмазать да можно поправлять но опять таки поправлять толково чтобы не было ну да видно что она еще сыровато моделирует притер его все и шурик по-другому делает кстати наш как делает он делает его наподобие как штукатуру как венец положил снял положил потом эти шерсти в разные стороны разгладил то есть техник может быть масса нам нравится это многоходовая ну то есть мы ее часто используем по поводу вот этого пузыря который я вам показывал он был надутый мы его вот как бы вам лучше это вот мы его вырезали и уже загрунтовали но загрунтовали скорее всего уже с долей материала нет это финиш это подложка которую мы делали фасадная краска грантовка даже это больше как раз сейчас мы делаем шо просто перешпаклевываем вот этот вот чтобы не было видно переходов от сущенного материалом его финишной акриловой шпаклевочкой иркомовской только уже наши дорогой знакомой проверены уже проверены мы не будем забегать вперед ну а то дэшка у нас тоже была проверенная хорошая просто одесса и в африке одесса и израиля она тоже есть в общем вот так подшпаклевали чтобы не было видно вот этих по краю но переходов от того что случился пузырь и дальше увидите что мы будем делать так что сейчас можно поставить что уже не надо оставаться уже будем сейчас делать но мы я сейчас возьму краску фасадку и сразу же фасадка закрою и получится флан а уже как то есть так как акриловая шпаклевка финишная сохнет достаточно быстро впитывается вот олег предлагает по-быстрому взять сразу цветную фасадочку типа прогрунтованная краска вот это сразу ей и сразу и пройдемся вроде как уже прогрунтовая это олег походу не в той серии начинает это делать это другая серия олег под маски вот этих стыков между мозаикой и нашим работы это другая серия просто так что ну шпаклевочка трошечки осталось да хотите быть баскетболистом вот вы приблизительно баскетболист вы на уровне баскетболиста приходите и проверяйте вот цепляйтесь головой немножко за уголочек вот так вот и вот я взял краску вот все хорошо получается вообще как венеция почти и отлично все зашпаклевалось уже даже цветло следующим этапом теперь можно с радостью сказать оставайтесь с нами я здесь пока снизу начну и пойду наверх я снизу и пошел я снизу я там понимаю Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Уфа! Хорошо, что я не сбросил камеру. Надо перестанить. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нравится, там нравился такой переход, там, где мы делали пульс, быстро-быстро-быстро. А потом, когда я монтировал фильм, там, где мы делали пульс, и там получалось такое наложение. Ты рассказываешь, там такая была классная погода, панорама, и тут наложение мы с тобой, такие маленькие, ну, они вдалеке, шуршим, знаешь, на стенах там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Вот и с него. Еще дальше сюда. И выше чуть-чуть. Вот здесь вот. И чуть ниже. Вот здесь. Вот тут ноги. Сбоку ставим, а видно. Вот так сделаем. Вот так сделаем. Все. Снимаем лепочка. Надо будет сделать потолок. Все, а то заканчиваем. Вот так вот. Все. На сегодня хватит. На шаурму понятно. Я же все должен добрать. Так что мы спешим, дорогие друзья. Для вас расскажем. Вот такая вот у нас кармильская штукатурка. Кармиланская. Эффекта муаровой ткани. Эффекта муаровой. Посему хочется рассказать вам про вот этот фокус, который все-таки первый слой сыграл хорошую. Но еще ближе. Первый слой, который мы делали просто покрытие материалом, закатывали шпателями. Первый слой. Он сыграл нам сейчас такую штучку интересную. Вроде, сейчас это триколор. Серебро. То есть, серебро, голд в чистом виде и перламутр такой, вроде как, ну, есть капучино. То есть, как бы, трехцветка такая получилась. Ну, а за счет техники хаоса, то получается оно как... А если отходишь, то вроде как стеночка такая имеет глубину свою. Вот я хочу им попробовать передать. А ты вот так останови. Вот так останови. Сейчас. Вот в этом моменте главное, чтобы ты не... Это ты оттендаешь. Вот. Вот здесь вот. Ты думаешь так? Ну, а как. Там просто ты стоишь, и я стою, и ты отдаешь. Ну, ну, вот так вот если зафиксировать вот так и простоять. Отпускай, отпускай, отпускай. Ну, так что, дорогие друзья, вот это вам не что либо как, а как либо что. И все, и убежал. Я думал, ты что еще расскажешь. Так не слышишь? Да, Лебуда. Дальше. Продолжение следует...